Груз ответственности давит на простые решения, которые, в принципе, игроки в состоянии принимать без этого груза ответственности. На самом деле груза ответственности не должно быть. Почему? Потому что команда в целом провела феноменальный сезон. Даже если учитывать, что до меня несколько туров она буксовала и при мне буксует, нужно признать, что команда добилась выдающегося результата. Потому что я думаю, что в Тамбове никто не мечтал, что команда будет бороться за выход в Премьер-лигу и выйдет туда. Но, тем не менее, футболисты живые люди, поэтому они эту ответственность испытывают. Мое дело, как тренера, снять ее. Но здесь вопрос, наверное, не только в этом. Вопрос в том, что все-таки сегодня ситуация была такая, мы играли в большинстве, целый тайм. И, конечно же, вскрылось наше уязвимое место. Это позиционные атаки. Собственно говоря, что бы мы ни говорили, но в целом Тамбов в этом сезоне отметился именно быстрыми атаками. Потому что даже подборку голов, которых и опасных моментов, совсем недавно я просматривал, чтобы освежить, что было в течение чемпионата, конечно, подавляющее большинство опасных моментов и голов было после быстрых атак. Ну, а так, конечно, я понимаю, болельщики вполне обоснованно шумят, где игра. Но я не привык как бы пальцем тыкать куда-то. Но в то же время я не собираюсь оправдываться. У меня не надо спрашивать, где игра. У меня спросите, где игра, хотя бы через две недели. Что значит, где игра? А я не знаю, где игра. Но нужно быть сдержаннее, нужно быть на вещи позитивно смотреть. Потому что сказать, что команда сейчас в порядке, язык не поворачивается. Ну, давайте на это наложим еще и, скажем так, еще сделаем так, чтобы было еще сложнее команде. Для чего, собственно говоря, проделан такой путь? Ну, наверное, не для того, чтобы... Сейчас надо поддерживать команду. Что касается меня, можно шуметь, что угодно говорить, где игра, не где игра. Блин, я еще раз, я на этот вопрос уже ответил. Поработаю еще две недели, спросите с меня, где игра. Наверное, забыли, что это футбольная команда, это живые люди, а не PlayStation. А так нам нужно просто сосредоточиться на оставшихся матчах, провести их, выжать из них максимум. И я думаю, все-таки я склонен думать, что что касается игры, то надо думать об игре в премьер-лиге. А сейчас надо думать, как достойно завершить чемпионат, выйдя в премьер-лигу. Команда провела просто триумфальный сезон. Я к нему не имею отношения, к этому триумфальному сезону. Потому что я провожу четвертый матч, и матчи шли друг за другом. И когда команда выйдет в премьер-лигу, даже если бы она сейчас показала фееричный футбол, я также сказал бы в конце, я к этому не имею никакого отношения. Поэтому сегодня команда доверена мне для того, чтобы, ну не просто же так, допустим, меня назначили главным тренером. Безусловно, предыдущий главный тренер проделал огромную работу, но меня сюда пригласили не просто так. Действительно, не все получается. Но нужно же как-то с благодарностью относиться к той самоотдаче и к тем матчам, которые провела команда в начале чемпионата, в середине чемпионата. И, по сути дела, только, я так понимаю, сегодня только Сочи догнало. Я должен был в кратчайший срок выявить возможности игроков. У меня такой, к сожалению, возможности не получается, потому что каждый тур приходится сражаться. Хотя, возможно, это и есть подготовка к премьер-лиге, потому что, в принципе, ну скажем так, психология игроков, наверное, в премьер-лиге это один из ключевых моментов. Поэтому, как бы тяжело кому не было, вот, поверьте, я абсолютно не испытываю никакой радости от того, что нету качества игры. Да, мне хочется это. Но я профессиональный тренер, я понимаю, что я могу сделать за этот промежуток времени, что нет. В каком состоянии находятся сейчас ведущие игроки. Ну, наверное, это тоже какой-то, безусловно, тест для того, чтобы понять, а как, насколько крепки характеры у ребят. Потому что в премьер-лиге недостаточно быстрых ног, недостаточно техники. Просто необходим очень крепкий характер.